здравствуйте ежедневно каждый из нас встречается с необходимостью решать те или иные психологические задачи и ситуации и сегодня я расскажу об одной из них и дам практические рекомендации по ее решению надеюсь они вам помогут предыдущих выпусках мы говорили о том как трудно бывает говорить нет и как хочется оставаться хорошим для всех но давайте посмотрим так ли на самом деле если соглашаться можно заслужить славу уважаемого человека а также о последствиях соглашательства не умея говорить нет мы теряем свободу и уверенность в себе нередко безотказных людей считают слабохарактерными с таким ярлыком сложно завоевать доверие и уважение можно никогда не говорить нет но так и не стать хорошим глазах других и в своих собственных чувство самоценности не зависит от того насколько часто мы выполняем просьбы других в ущерб самому себе и она не страдает если мы кому-то отказываем не сказав нет мы тратим свое время и психологические ресурсы на других вместо того чтобы использовать их своих целях например человек согласился на встречу которая ему не нужна он начинает думать зачем я это сделал ругает себя злиться на самого себя и на того кому уступил потом учиться чувством вины все эти переживания отнимают очень много сил невозможность сказать нет приводит к ощущению безысходности и загнанности возможность отказывать делает человека более свободным и неуверенным не отказывая мы будто бы просим людей напомнить о нашей несвободе и неуверенности в себе безотказным очень легко и удобно манипулировать не умение говорит нет это серьезный повод задуматься о собственных границах вот несколько простых рекомендаций которым можно воспользоваться уже сейчас помните что нет означает лишь то что в данный момент у вас нет возможности выполнить просьбу отказ не означает что вы больше не хотите общаться с человеком или что вы эгоистичный и не отзывчивый не забывайте что помогает другим людям можно только тогда когда для этого есть возможность желания и ресурсы из пустого сосуда нельзя налить воды помните в самолете в инструкции по технике безопасности сказано сначала наденьте маску себе а потом другому человеку потому что если вы себе не поможете то другим нужно будет спасать вас это четкие разумные правила и когда вы соглашаетесь кому-то помочь вы сначала оценивайте свои возможности способен ли я оказать эту помощь если вы понимаете и осознаете что ваших ресурсов недостаточно можно и нужно сказать нет поможете тогда когда восстановите свои ресурсы это разумный баланс и техника безопасности психологического и физического здоровья живите здесь и сейчас и помните что счастливо жить можно каждому